Николай Иконников – генерал-майор танковых войск. С первых дней Великой Отечественной войны воевал на фронтах. Принимал участие в боях под Сталинградом, а также способствовал общему успеху наступательных действий войск фронта. Погиб 2 октября 1944 года. В Бресте на месте его захоронения установлен памятник и разбит сквер. И сегодня мы чтим память об этом человеке. Для нас очень важно чтить память и историю о тех людях, которые воевали в Великой Отечественной войне, которые внесли вклад в победу. Мы не должны это забывать. И в то время, когда возле наших соседей сносятся эти памятники, мы, наоборот, проводим большую патриотическую работу с молодежью о том, чтобы они знали эту историю. Школьники и кадеты, представители местных органов власти, БРСМ и ветераны собрались для того, чтобы еще раз подтвердить, что в нашей стране никогда не исчезнет память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Они приняли активное участие в торжественном митинге, посвященном установке знаковой таблички с QR-кодом. Каждый человек, присутствующий на мероприятии, принес дань погибшему герою, возложив цветы у его памятника. Мы являемся патриотами, и для нас это очень важно, чтобы мы знали историю нашего прошлого, что тогда было, все времена, как это все происходило. И мы обязаны чтить память всех людей, которые там погибли. Мы хотим знать свою историю, чтобы не совершать каких-то ошибок, чтобы знать, откуда мы вообще появились такие на свете, что происходило на этой земле, на которой мы сейчас стоим. И вообще история – это такая наука, которую должен знать каждый человек. А затем состоялась торжественная церемония открытия знаковой таблички с QR-кодом, благодаря которому информация о памятнике будет моментально отображаться на экране смартфона. Поэтому проект «Цифровая звезда» может быть полезен всем, кто интересуется историей Отечественной войны, а также трагическим, героическим и славным путем достижения Великой Победы советским народам, так как именно этот проект призван сохранить память и историю монументов, посвященных страшным военным событиям прошлого.